Нужно, конечно, серьезно изучать то явление, с которым мы столкнулись. Я уже говорил о сотрудничестве с Российской академией наук. У нас в Москве подразделение, кроме того, мы договорились с Тихоокеанским институтом биоорганической химии. Они тоже сейчас в контакте работают. Будем дальше постоянно отправлять пробы в оба направления и в Москву, и в Владивосток. Владивосток гораздо ближе, и там есть спектрометр, который позволяет вот это тонкое исследование на токсины делать. И хочу также подчеркнуть, что уже завтра, сегодня ночью, если быть точным, прилетит группа ученых из лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов, школы естественных наук ДВФУ и лаборатории экобиотехнологии школы биомедицины ДВФУ. Коллеги, семь человек прилетят ночью, подключатся к этой работе, к исследованию состояния акватории и тех явлений, которые могут происходить. Кроме того, вместе с учеными я планирую выявить тех зарубежных исследователей и научные организации, которые сейчас могут и готовы подключиться. Буду обращаться тоже, чтобы анализ, может быть, тех, кто не смогут приехать дистанционно, на основе проб, на основе материалов, которые у нас есть, был проведен, с тем, чтобы максимально объективный анализ...